В студии Марат Мухаммедселеев. Говорили об экономике и положительной динамике многостороннего сотрудничества. Айгуль Адилова передает. Церемония открытия самого ожидаемого и крупнейшего политического события года в Китае была более чем лаконична. Пышные торжества и не нужны. Внимание к проекту и так повышено. Прежде всего из-за открывающихся возможностей. Люди, дело, политики и бизнесмены, изъявившие желание поучаствовать, не привыкли тратить время попусту. Неизменный синий цвет стал что-то вроде официальным цветом масштабного проекта. Некоторые журналисты случайно и в одежде синих тонов. В логотепе превалирует два цвета. Синий цвет моря и желтый песок. Его еще можно ассоциировать с шелковым путем, который проходит по суше. Но и с казахскими степями. Именно в столице республики впервые была озвучена идея о возрождении древнего пути. 20 президентов, 12 премьер-министров, главы ООН и МВФ, а еще султан Брунея, эмир Дубая и канцлер Австрии. Весьма солидный состав. К инициативе присоединились 125 стран и 29 международных организаций. Даже созданы разные форматы. Цифровой шелковый путь, чайный, пояс и путь стандартизации и множество других. Китайская мудрость гласит, хочешь стать богатым, построить дороги. И это в полной мере относится к нашей истории великого шелкового пути, который мы сообща воссоздаем сегодня, 2000 лет назад, благодаря смелости, предприимчивости людей. Евразия уже была объединена в единую сеть дорог. Это был первый в истории человечества прообраз глобализации. И одним из первых инициативу поддержал Казахстан. Его через шесть лет после того, как о возрождении пути говорили в казахстанской столице, Нурсултан Азербайев отмечает, что первые итоги работы одного пояса успешны. Мир явно уже сильно устал от конфликтных геополитических концепций. И все более тяготеет к геоэкономике и совместному развитию. Один пояс, один путь олицетворяет гораздо большее, нежели просто комплекс новых возможностей для экономического сотрудничества. Инициатива отражает сильный исторический запрос от более 120 государств мира и безопасность, широкую торговлю и процветание. Действительно, благодаря усилиям Китая, России, стран Европы и Центральной Азии, нас и многих других участников, современный шелковый путь становится поясом стабильности развития и процветания. Так, несмотря на политические противоречия, санкции, торговые войны, рост объема торговли в рамках инициативы растет и уже составляет 5 триллионов долларов или одну третью часть от общемировой торговли. Один пояс, один путь – это множество промышленных и инфраструктурных проектов. Скоростная железная дорога в Индонезии, которая соединяет столицу Джакарту с четвертым по величине городом Бандунгом. А это часть будущей магистрали, которая соединит север и юго-запад Нигерии. Строительство железной дороги, соединяющей другие африканские страны между собой. Мост в Бангладеш станет не просто одной из составляющих развивающейся транспортной инфраструктуры, но и поспособствует социально-экономическому развитию регионов. Важно придерживаться правил, ориентированных прежде всего на народ. Во главе угла – приоритеты искоренения бедности, повышения занятости и благосостояния. Один пояс, один путь нацелен на то, чтобы внести реальный вклад в социально-экономическое развитие стран. Лидеры едины в том, что только сообща можно противостоять и таким актуальным вызовам, как замедление экономики, разрыв в уровне развития стран или технологическая отсталость. Бедность и неустроенность – факт общеизвестный – отличная среда для размножения бактерий терроризма, экстремизма или межрегиональных стычек. Вот Владимир Путин обозначает, что именно модель Евразии может стать основополагающей для выработки мер по решению актуальных проблем. Как пример успешного наднационального экономического и никакой политики взаимодействия – Евразийский экономический союз, организация, создание которой в начале 90-х инициировал Нурсултан Азарбаев. Тогда и региональное и международное сообщество с трудом могло понять идею, если вернее совсем не могло понять. Председатель Сен-Циньпинь говорил сейчас в своем выступлении о сопряжении его инициатив с другими инициативами подобного рода и с объединениями, которые складываются на нашем огромном пространстве. И это полностью вписывается в наши планы. Государствами Евразии ведется активная работа по укреплению производственной и технологической кооперации. Выстраиваются эффективные традиционные транспортно-логистические цепочки. И мы тоже вместе с китайскими друзьями, с нашими партнерами, мы еще будем говорить в ходе наших встреч и сегодня, и завтра, будем выстраивать эту работу, причем работу глобального характера. В глобальную экономику Казахстан вписан давно. Страна, удачно расположенная с точки зрения международной логистики, могла не выбраться из сухопутной ловушки. И опять же, мудрость лидера нации в период становления республики. И вот государство, которое вполне могло и затеряться в центрально-азиатских степях, становится логистическим хабом чуть ли не морской державы, не меняя, разумеется, географического положения. Сегодня через Казахстан проходит кратчайший сухопутный путь, соединяющий континенты. Модернизированы и введены в эксплуатацию почти 3000 километров железной дороги, 12,5 тысяч автомагистралей, реконструирована морская гавань, построены еще одна увеличенной мощности аэропортов. С 2016 года успешно реализуется план сопряжения программы Нурлужов экономическим поясом шелкового пути. Через Россию и Казахстан, Европу и Китай соединила высококлассная, межконтинентальная автомагистраль Западной Европы, Западной Китая. Нашей страной построен логистический терминал в китайском порту Лянинган в Тихом океане. Набирает обороты введенные в строй железные дороги Казахстан, Туркменистан, Иран, Твершитский залив. Казахстанский порт и Ахтавый курык обслуживают возрастающие объемы перевалки грузов из Китая, Центральной Азии на Южный Кавказ, далее Турцию и Европу. Через Казахстан проходит 11 трансконтинентальных маршрутов. По магистральным нефти и газопроводам транспортируются энергоресурсы. Налажены и транзитные поставки сырья из России и Туркменистана. Только что президент России Владимир Владимирович Путин говорил о сопряжении Евразийского экономического союза и плана шелкового пути. Оно естественное. То, что я называю, это как раз проходит по территории Евразийского экономического союза и сопряжений, о чем мы ведем переговоры и подписываем, очень важны. Вообще, если посмотреть на перспективу, один путь и один пояс Евразийский союз, если бы Европейский союз к этому присоединился, была бы глобальная интеграция на евразийском большом субкомпиненте, выгодном для всех, для процветания. Сегодня шелковый путь, как и тысячи лет назад, вновь меняет миропорядок, создает новую глобальную реальность. Ельбаса отметил, что ему импонирует призыв китайских властей к строительству сообщества единой судьбы человечества. Новое мышление мировой политики созвучно с идеей Нурсултана Назарбаева G-Global, которая призвана консолидировать страны. И здесь, опять же, никакой политики. Один пояс, один путь – это больше, чем просто набор новых возможностей. У новой модели глобального сотрудничества – восточные черты лица. Центр, и это вообще признано, сегодня перемещается на восток. В Азии сосредоточена треть мирового ВВП, и это не предел. От перспектив, и это доказывает состав участников сегодняшней площадки, дух захватывает. Хочешь быть богатым – строй дороги. А после активно их использует для того, чтобы почаще встречаться с друзьями. Айгуля Дилова, Айдос Сирик Полула, Жандос Битабаров, Хасен Омаркулов при поддержке телерадиокомплекса президента. Итоги дня. Бегин. И сегодня же Нурсултан Назарбаев ответил на вопросы журналистов китайских СМИ. Ельбаса дал интервью информационным агентствам, главному официальному телеканалу, газете, Центральному радио Китая и другим изданиям. В центре внимания инициатива «Один пояс, один путь». Предметно Нурсултан Назарбаев рассказал журналистам о результатах сопряжения программ «Нурложол» и экономический пояс «Шелково пути». В 2013 году председатель совершал официальный визит в нашу столицу. И в нашем университете, выступая перед студентами, он впервые объявил эту инициативу. Это было совершенно новое, важное очень, как мы видим. И «Один пояс, один путь» стал надеждой для всех людей, для дальнейшей интеграции. Сейчас прошло пять лет, мы можем подвести итог. Для Казахстана это оказало колоссальное влияние, да не только для нас. Подключены 150 государств мира, инфраструктуры многих стран. И многие сегодня на форуме говорили о большой пользе, большой выгоде этого дела. Во-первых, сегодня автомобильные железные дороги построены через Казахстан, через Россию, Каспийское море. Только через Казахстан проходит 6 железнодорожных, 11 автомобильных дорог. И мы построили свой терминал на Тихом океане, на порту Леонюнган, откуда идут поезда. Только в прошлом году прошло 6300 поездов, из них 57% по территории Казахстана. Кроме этого, строятся предприятия, идут большие инвестиции. То есть это большая надежда для всех государств, которые работают. Я знаю, есть и критика, но критика тех, которые на самом деле не знают. Те государства, которые подключены, они знают свою выгоду. Поэтому я считаю, что успешный был проект, и он успешно осуществляется. Касымжамар Токаев сегодня совершает рабочую поездку в Восточно-Казахстанскую область. Первым глава государства посетил семей. Назамгулька Муспаева расскажет, как проходит визит президента. Город Стержень, так его называют те, кто живет здесь очень давно. Для мирового сообщества семей – символ безъядерного мира, объединяющий под своим шиныраком тех, кто знает цену жизни. Инспекцию города глава государства Касымжамар Токаев начал с самого трапа самолета. Президент оценил возможности новой взлетной полосы и мощности реконструированной воздушной гавани. Здание капитально отремонтировали. Установили новое досмотровое оборудование и автоматическую систему обработки багажа. Сегодня аэропорт Семея отвечает всем требованиям Международной организации гражданской авиации. Отсюда самолеты летают по четырем направлениям. Уже через месяц добавится еще одно. С 31 марта у нас новые рейсы допустил в столицу республики Казахстан. Нурсултан ежедневные рейсы и Алма-Ата. Плюс 25 мая мы планируем запустить тысяч семей в Москву. Из аэропорта президент отправился на встречу с жителями, чтобы узнать, как живут сеймичане, как развивается город и исполняются государственные программы. Касым Жумар Тукаев отметил, что приехал в регион не за похвалой, а исключительно для того, чтобы узнать, что на самом деле происходит в регионе. Дорогие друзья, давайте не будем заниматься похвалами меня, займемся реальной работой по развитию вашего региона. Семей – город, в котором жили великие личности. Один из них – казахский просветитель Абай Кунанбаев. Касым Жумар Тукаев поручил правительству подготовить все необходимое к юбилею Абая, который пройдет уже в следующем году. Сегодня в городе семей существует несколько важных моментов, которые необходимо реализовать. Семея – один из богатейших городов Казахстана. Практически каждое здание и улицы имеют свой исторический смысл. Очень важно сохранить древнюю архитектуру и имеющийся исторический облик города. Поэтому мы не должны забывать великих личностей, прославивших эту землю. Абая и его отца Кунанбая, которые оставили большой след в истории народа. Мы должны помнить и уважать их. Заслуги Кунанбая в истории не только Семея, но и всей казахской истории имеют особое место. Это хорошо знает наш народ. Поэтому в ближайшее время областной Акимат должен разработать комплексный план по возрождению заслуг и имени великого правителя Кунанбая. В следующем году будет 175 лет со дня рождения Абая Кунанбаева. Мы отметим это на государственном уровне. Касым Жумар-Токаев отметил, благодаря усердной работе и воле первого президента Нурсултана Назарбаева был закрыт Семипалатинский полигон. Это событие было по достоинству оценено не только в Казахстане. Льготы для граждан, пострадавших от испытаний, должны быть на достойном уровне. В настоящее время проводятся специальные исследования на тему влияния предыдущих мер по защите и реабилитации населения от ядерных испытаний на Семипалатинском ядерном полигоне. К концу года мы определим масштабы ядерных испытаний и уровень социальных гарантий населению района. Я поручаю правительству разработать предложения по размеру помощи населению в этом районе. Президент призвал также учитывать мнение казахстанцев при принятии решения о строительстве АЭС. Строительство атомной электростанции вызывает большой резонанс в обществе, особенно на фоне того, что через 11 лет Казахстан столкнется с дефицитом электроэнергии. Без учета мнения большинства населения нашей страны решение о строительстве атомной электростанции приниматься не будет. В настоящее время в мире существует много технологий, которые в состоянии обеспечить безопасность атомной электростанции. Кроме того, надо иметь в виду, что АЭС даст рабочие места многим людям, обеспечит энергетическую самостоятельность Казахстана. Говорил президент и о Центре ядерной медицины, больше известном в стране из-за коррупционного скандала. Это показывает, как безответственно относятся к человеческим судьбам уполномоченные госорганы. Я поручаю главе региона и министру здравоохранения обеспечить ввод центра в эксплуатацию в кратчайшие сроки. Вообще, замечаний и предложений было предостаточно. Президент поручил экономить бюджетные деньги и тратить их только на необходимые нужды. Например, построить в городе реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями. А также изучить возможность увеличения закупа отечественной техники, разработать программу развития семьи до 2025 года и в срочном порядке отремонтировать дороги. К слову о дорогах глава государства знает не понаслышке. Передвигаться по семею Касымжумар Тукаев предпочел исключительно на обычных микроавтобусах. Без создания лишних пробок глава государства приехал в больницу скорой медицинской помощи, чтобы встретиться и пообщаться с местными врачами. Посмотрел я сейчас больницу вашу. Очень хорошая больница. Она была построена в рамках программы, которую в свое время инициировал наш Ельбаса. Первый президент. 100 больниц, 100 школ. Поздравляю вас. Теперь же сеймичанам. Для того, чтобы диагностировать и вылечить заболевания системы кровообращения, травматологии и урологии не нужно никуда ездить. Здесь через месяц заработает вот этот уникальный напольный ангиограф, который к тому же единственный в стране. Врачи Семея убеждены, что этот аппарат станет своего рода брендом региона, который привлечет пациентов из других стран. Удивил Семей и суперкомплексом Абай-Арена. Абай-Арена будет готовить, наверное, в будущем чемпионов, олимпийских чемпионов. Мы надеемся на это. Я думаю, что будет востребован даже теми жителями, которые будут здесь проживать в округе. Не говоря уже о тех, кто в городе будет посещать его здесь. Вблизи комплекса уже строится микрорайон. Здесь уже реализовано 150 квартир по программе 7-20-25. Кратный свет нам подказаны на беды, которые уже в прошлом году мы уделили. Назовы депутатные школы, детский садик и дома. 14 домов в прошлом году мы уделили. Еще Семей известен своими мостами. Их в городе три. Этот – одно из первых таких крупных сооружений независимого Казахстана. Но если техническое состояние этого путепровода вполне удовлетворительное, то вот об остальных двух то же самое сказать вряд ли возможно. Глава государства поручил мосты отремонтировать. Они ведь не только берега соединяют. На Зымгулькум Испаева, Айдос Медельбеков, Дулат Янтибеков при поддержке телерадиокомплекса президента. Итоги дня – Семей. Вторым пунктом посещения главы государства на восточном регионе стал Усть-Каменогорск. За ходом поездки наблюдала Ирина Панфилова. Вокруг промышленных предприятий Восточного Казахстана сегодня разрастаются крупные индустриальные центры. И регион граничит с Россией и Китаем. Тесное сотрудничество, как глоток свежего воздуха для новых инновационных проектов, которые требуют больших финансовых вливаний. Только за прошлый год на востоке страны было привлечено порядка 490 миллиардов тенге инвестиций. Треть от этой суммы – это зарубежный капитал. Укреплению бизнес-связи восточно-казахстанского региона с соседями способствует и главная судоходная магистраль Иртыш. Активно развиваются цветная металлургия, машиностроение, энергетика, деревообработка. По итогам прошлого года объем промышленного производства вырос больше, чем на 9%. Область демонстрирует не только высокие показатели в экономике, но и подает пример того, как надо развивать социальную сферу. Сегодня металлургический край Казахстана встречает президента. Однако многие местные жители о том, что их город посетил сам глава государства, узнают немного позже из средств массовой информации. Никакого кортежа в окружении полицейских машин, улицы тоже никто не перекрывал. На встречу с жителями региона Касым Жумар-Тукаев приехал на обычном микроавтобусе. Лучше любых слов о богатой истории области и культурном наследии расскажет выставка «Золото Великой степи». Развернули ее в фойе Восточно-казахстанского технического университета. В экспозиции представлены несколько тысяч экспонатов, связанных с развитием кочевой цивилизации. Это и коллекция золотых украшений, мастерски выполненная в зверином стиле, и предметы быта, и оружия. Такие исторические находки последних десятилетий отчетливо подтверждают неразрывную связь наших предков с самыми передовыми технологическими новациями своего времени и позволяют по-новому взглянуть на место Великой степи в глобальной истории. На этом статье «Семь грани Великой степи» сделал акцент Ельбасе. Сразу после небольшого экскурса Касым Жумар Тукаев встретился с жителями, обсудили социально-экономические вопросы развития региона. Особый акцент президент сделал на повышении благосостояния казахстанцев. Глава государства отметил, что основным критерием оценки работы Акимов для него являются новые рабочие места, повышение заработной платы и достойные условия труда. Я поручаю руководству области кардинально повысить эффективность работы в данном направлении. Из республиканского бюджета уже выделены все необходимые средства. Это более 5 миллиардов тенге. На сегодня доля малого и среднего бизнеса в экономике области составляет всего 16%. Это средний показатель по всему Казахстану, поэтому обращаю внимание и на этот вопрос. А еще нужно жить посредством и грамотно расставлять приоритеты в расходовании бюджета, отметил президент, и не забывать создавать благоприятные условия для развития бизнеса. Сегодня в стране необходимо поднимать местные сервисные компании и повышать уровень казахстанского содержания. Еще одна задача – поднять на новый уровень качество жизни людей и создать комфортные условия для проживания. Например, на сегодняшний день в области из 710 сельских населенных пунктов централизованным водоснабжением охвачены чуть более половины, то есть 54%. Согласно программе развития регионов, уровень обеспеченности сельских населенных пунктов чистой питьевой водой к 2020 году должен составить 80%. Необходимо обеспечить достойный уровень жизни каждому казахстанцу, независимо от места проживания. Вопросом экологии глава государства уделил особое внимание. Уровень заболеваемости людей нужно снижать, ровно как и объемы промышленных выбросов. Меня особо беспокоит рост болезни системы кровообращения и злокачественных новообразований. Показатели по этим заболеваниям в области более чем в полтора раза превышают средний республиканский уровень. Кроме того, в регионе сохраняются высокие объемы выбросов в атмосферу загрязняющих веществ, которые также оказывают негативное воздействие на здоровье и самочувствие людей. В последние годы в области проводится значительная работа по уменьшению вредных выбросов. Но все же надо признать, этого еще недостаточно. В этой связи я поручаю правительству Акимату Восточно-Казахстанской области совместно с неправительственными организациями, а также с соответствующими предприятиями реализовать комплекс мер по улучшению качества окружающей среды в области. Совместными усилиями предстоит повысить и эффективность системы господдержки граждан. Президент дал недельный срок на модернизацию социального блока. Считаю недопустимыми случаи волокиты и задержки со своевременной доставкой адресной социальной помощи остро нуждающимся группам населения. Это вызывает законное возмущение граждан. С такими фактами нельзя мириться. Вчера я дал поручение правительству и своей администрации совместно с Акимами принять срочные меры для исправления ситуации. Если уже на следующей неделе данная проблема не найдет своего решения, виновные будут наказаны. Туристская индустрия сегодня может стать драйвером экономического роста и источником создания новых рабочих мест. В обережье Алаколя вошло в десятку наиболее привлекательных туристских центров. Ежегодно кристально чистое озеро может принимать до двух миллионов туристов, а то и больше. Но для этого, отметил глава государства, нужно развивать инфраструктуру. В прошлом году многие казахстанцы предпочли отдых именно на Алаколе, но при этом столкнулись с отсутствием должного уровня сервиса. В частности и в особенности люди жаловались на плачевное состояние местных автодорог. В этой связи задача Акимов в Восточно-Казахстанской и Алматинской областей в кратчайшие сроки решить вопрос с ремонтом дорог и повышением уровня сопутствующего сервиса. В целом, развитию транспортно-логистической инфраструктуры должно уделяться повышенное внимание. Если будут созданы комфортные условия для гостей, это позволит значительно увеличить масштабы внутреннего туризма. Будет расти интерес к сакральным местам Казахстана, определенным по программе «Рухани Жангару». Главное – сделать их посещение доступным. Ирина Панфилова, Ержан Конопияулы и Бахатбек Нуртаев при поддержке телерадиокомплекса президента Казахстана. Итоги дня. Усть-Каменогорск. Ассамблея народа Казахстана готовится к предстоящей 27-й сессии. Сегодня в Нурсултане прошло расширенное заседание Совета. О роли первого президента в создании казахстанской модели общественного согласия говорил госсекретарь Марат Тажин. По его словам, формирование такого уникального института стало вкладом в лучшие мировые практики государственного строительства в условиях полетнительности. Государственный секретарь отметил важность достойного проведения 25-летнего юбилея Ассамблеи. Премьер-министр Аскар Мамин во время рабочей поездки в Туркестанскую область проконтролировал исполнение поручения первого президента Ельбасы Нурсултана Назарбаева по развитию областного центра как культурного духовного центра Тюркского мира. Глава кабина рассмотрел комплекс вопросов по дальнейшей застройке города, учитывая установки, данные президентом Касымжомартом Тукаевым. Сегодня Туркестан – это огромная строительная площадка. Ожидается, что уже в течение двух лет здесь появятся больше 20 социальных и культурных объектов. До конца года планируется привести в порядок больше 30 улиц. Выделены средства 7,7 миллиардов, проводится более 100 километров ремонт улиц. В проекте предусматривается освещение, тротуарные дорожки, велодорожки. И, соответственно, возле каждой дороги мы сейчас разрабатываем концепцию установки скверов. Безусловно, новый статус повлияет на приток населения. Поэтому областной центр застраивают жилыми домами. Только в этом году планируют создать в эксплуатацию 52 многоквартирных жилых дома. А это более 2300 квартир. Из них по программе Норлежер жильем будут обеспечены 1200 семей. В том числе 270 семей из числа малообеспеченных и многодетных. А для газификации города планируется построить больше 30 километров магистрального газопровода. Уже к 2020 году природным газом будут обеспечены 100% туркестанцев. Глава правительства поручил ускорить строительство и в течение двух недель обеспечить переход на круглосуточный режим работы. Рауль Габитов, Ербулат Абишов. Итоги дня. Туркестан. В Центр избиркоме приняли документы претендентов кандидатов в президенты Толиутая Рахимбекова. Языковой экзамен сегодня сдал Амангильда Таспихов. Он подтвердил знания и сегодня же такой экзамен успешно сдала Даняя Испаева, претендент в кандидаты от президенты от партии Ахжол. Претендентов кандидаты в президенты сегодня выдвинули народные коммунисты. Гульбану Жумабай расскажет подробнее. Они называют себя партией рабочих и крестьян. Коммунистические лозунги и красные знамена в интерьере современного конференц-зала смотрелись оригинально. Впрочем, собравшихся интересовала больше не символика. Интрига, кто станет будущим кандидатом, сохранялась до самого объявления. Коммунистическая партия Казахстана выдвигает кандидату президента Республики Казахстан на выборах 9 июня 2019 года Ахмедбекова Жабыла Аужановича. Кандидатуру Ахмедбекова, однопартийцы именуют его товарищем, поддержали единогласно. Избирателям он тоже знаком. На президентских выборах в 2011-м набрал чуть больше 1% голосов и стал вторым. 58-летний Жамбыл Ахмедбеков родом из Акмолинской области. Первая запись трудовой книжки – механик совхоза. Работал в культуре, туризме и спорте. С 2012-го занимает депутатское кресло. Меня избрали, не я сам избылся, меня избрали на съезде делегаты. Они посчитали, что именно программу буду защищать я, и я достоин того, чтобы именно представлять нашу партию в этих выборах. Съезд без преувеличений стал площадкой для громких заявлений. В их вероятной предвыборной кампании будут борьба с бедностью, повышение налогов для казахстанцев с высоким заработком. А еще коммунисты предлагают заменить ЕНТ на диктанты и устные экзамены. Мы считаем, что ЕНТ – это зло. На сегодняшний момент, к сожалению, наша система образования готовит не думающих людей, а готовит людей, которые нажимают только на кнопки. Нам нужны думающие люди, которые будут двигать инновационную экономику сами, а не с помощью иностранных технологий. С точки зрения народных коммунистов, нынешний состав претендентов выравнивает шансы на победу и даст надежду их представителю, если тот примет участие в избирательной гонке. Теперь Жамбыло Ахмедбекову предстоит зарегистрироваться в Центре избиркоме и пройти необходимые процедуры. Гульбану Жмамбай, Аян Сарсинбаев. Итоги дня. И сегодня же Жамбыло Ахмедбеков представил документы в Центре избирком, а Садабек Тугел может начинать сбор подписей и свою поддержку. В Алматы сегодня своего претендента в кандидаты в президенты выдвинуло движение Улт-Тахдыра. Предлагая кандидатуру Амиржана Касанова, общественное объединение определило чёткую программу. Основные акценты на социальной стабильности, сохранении национальных ценностей и культуры. Также необходимо учитывать право населения на сохранение уникальной национальной идентичности, исследования демократическим принципам. Сам Амиржан Касанов не является членом нашей организации, но мы предложили ему выдвинуться от нас в качестве претендента в кандидаты. По мнению собравшихся, Амиржан Касанов обладает достаточными знаниями и опытом. Он один из тех, кто прошёл политическую школу. Являясь одним из тех, кто много лет жил в демократической среде и прошёл большую школу жизни в политике, руководил крупными организациями и масштабными движениями. Амиржан Касанов родился в 1964 году. Профессиональный журналист и политолог. Шесть лет проработал на госслужбе. Владимир Бовкис, Аршин Кемелжан, Канат Каматаев, итоги дня Алматы. Дорига Назарбаева поставила перед депутатами Маслихатов задачу наполнить реальным содержанием деятельность местных госорганов. Спикер Сената подчеркнула, что законодательство наделяет их достаточно широкими полномочиями. Также председатель Верхней Палаты заострила внимание на вопросах, требующих скорейшего решения. Вице-премьеру Гульшаре Абдукаликовой в Алматы доложили о реализации дорожных карт Бахат-Тоутбасы и активное долголетие. По этим программам многодетным семьям начали выдавать льготные кредиты под 2% годовых. Также члены правительства подробно остановились на важности решения некоторых остро-социальных вопросов. Такими были новости дня. Смотрите их на сайте habar.kz. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok